Утро на Болткуле Думаю, вам часто задают Как все-таки изменилась Ваша работа? Мы уже больше Года находимся в этой Пандемии, к чему-то мы привыкли Люди, к сожалению, привыкают Быстро и к плохому тоже Ваши ощущения? Ну да, я должна Сказать, что работа изменилась Достаточно сильно Она стала, может быть, больше Тревожная, больше такая Что мы все время опасаемся Заболеть сами Чтобы пациенты не заболели Немножко по-другому Вся организация и работа Это изменилось Но уже год прошел, мы уже Начинаем привыкать к этому Сложились разные стереотипы За этот год Кто-то считает Распространяется такой стереотип Что семейные врачи Может быть, потому что действительно перегружены Может быть, из соображений действительно безопасности Чтобы самим не заболеть И не разнести инфекцию дальше Зачастую Лечит, если так можно сказать По телефону больному У которого подтвержден COVID И говорят Ну вот, лежите там Принимаете больше жидкостей Витамины Сбиваете температуру, если высокая Ну а если плохо Вызываете скорую и в больницу Так ли это Когда все-таки Вы считаете, что надо посетить больного Естественно, соблюдая все там Меры безопасности и так далее Да, я с вами согласна Потому что такая ситуация Образовалась Но это отчасти Не потому что мы не хотим Идти к пациентам В принципе, здесь немножко Играет роль этот момент Что мы должны себя поберечь Если семейный врач заболеет Он будет сидеть в карантине Со всеми остальными членами команды Как минимум две недели И от этого будут страдать Другие пациенты Решение сейчас таково Да, если пациент заболел Он поначалу должен сдать анализ Если он COVID Отрицательный Значит, он может приходить к нам Или мы к нему можем приходить Если он COVID положительный Да, ситуация сейчас такова Которая акцептирует И наше государство И НВД Да, сейчас идет лечение По телефону Мы даем консультации Но в любой ситуации Если пациент себя чувствует плохо И если мы чувствуем Зная своего пациента Зная, как он себя ведет В конкретной ситуации Не очень-то хорошо Всегда идет возможность Вызывать скорую помощь И ехать в больницу Что касается возможности Не знаю Выписать какие-то Рецептурные медикаменты В этой ситуации Наверное, тоже возможно Чтобы родственники Не знаю Пришли и забрали рецепт Ну, во-первых Сейчас есть возможность Выписывать рецепты электронно И тогда родственники Не должны переходить к врачу Они идут в аптеку сразу Во-первых Если вы имеете в виду Лекарства То, что касается COVID Мы все знаем Что специфических лекарств Специфических лекарств Для COVID Нет Это вы, наверное, Имели в виду Лекарства Которые касаются Других Законеганий Ну, или Связаны с тем Чтобы уменьшить Какие-то возможные Осложнения Там, не знаю Препараты Связанные С недопущением тромбов Скажем так Простым языком Да Есть возможность Выписывать рецепты Это Я думаю Что это как раз Таки не проблема Насколько Сейчас Вот Вы загружены Я так понимаю Что В Золитуде Да Вы практикуете Если я не ошибаюсь Я работаю в Золитуде Да И там Где-то 2000 пациентов У вас будет Да Это же большой микрорайон 2300 Да Есть ли у вас Возможность Укомплектовать Вот эту вот Практику Двумя медсестрами У меня есть Две медсестры У нас на практике Работает И два доктора У меня еще Есть резидент Я бы сказала У меня такая Хорошая Сильная команда И мы справляемся Как справляются Те доктора У которых Одна медсестра Честно сказать Думаю Что им очень трудно Потому что Помимо Вот этих Как бы Прямих обязанностей Вы хорошо знаете Что сейчас Мы семейные врачи Делаем и прививки Да И прививочная работа Это как бы Ну Это как бы Экстра работа С которой мы Должны справиться Помимо нашей Основной работы Которой Ну Немало Да Немало Может быть Об основном Еще чуть попозже Что касается Этой вакцинации Есть ли какая-то Ясность Может быть У ссоциации Семейных врачей Есть информация Как дальше Это будет происходить Когда начнется По крайней мере Так нам обещают Официально Где-то со второй половины Или ближе к середине апреля Массовая вакцинация Даже назывались Эти выставочные центры Где будут К примеру Если мы о Риге Говорим Вот эти Кабинеты вакцинации Семейные врачи Продолжат вакцинировать Какую-то категорию Своих пациентов Да Семейные врачи Будут продолжать Но только полагаться На семейных врачей То что касается Больших городов Я думаю Что это немножко наивно Без массовой вакцинации Которая будет организована В каких-то больших комплексах Я думаю Что мы не справимся С этой работой Это уже однозначно Когда начнется Массовая вакцинация Это все зависит От поставок вакцин Насколько я знаю Раньше апреля Таких больших поставок Наверняка не будет И начиная с этой недели Будет Начинаться Открываться та группа Которая хронические больные Тем мы будем делать прививки А больше то Что как вы говорите Массовая вакцинация Которая будет Заздевать все другие группы Я так полагаю Что будет в апреле Но опять-таки Должна повторяться Все зависит От поставок вакцины Сейчас дефицит Их нету просто Напомню Мы беседуем С членом правления Латвийской ассоциации Семейных врачей Доктором Лигитой Вулфой Скажите пожалуйста Что касается вакцинации Насколько велика отзывчивость Насколько приходится людей Убеждать в ее необходимости Не говоря уже Об информации О том чем вакцинировать И кого вакцинировать Об этом может чуть позже Ну я должна сказать Что это такой Немножко болезненный вопрос Потому что люди Немножко напуганы Тем что они видят Видят в телевидении То что они слышат в прессе И есть часть людей Которые категорически Отказываются делать вакцинацию Есть часть людей Которые Ну как бы Может быть не так категорически Отказываются Сколько Обождать Посмотреть Они боятся Быть одними из первых Потому что вакцины В общем-то Еще не доказаны Их воздействия И хорошие И негативные аспекты Или чего-то другого Они опасаются Они опасаются Побочных явлений Есть которые Конкретно знают Какую они хотят вакцину Но эта вакцина Еще у нас Недоступна Ну так что Разно есть Но да Люди немножко напуганы Я считаю Что это немножко неправильно Потому что Если публикуются данные Не совсем доказанные Стопроцентно Все-таки Вот эти сомнения Остаются А потом сомнений Развеять Достаточно трудно Честно говоря Мы немножко устали Всем рассказывать Разъяснять Что и как И все равно Не всегда Это С положительным эффектом Вот Не кажется ли вам Не углубляясь Может быть Такие научные особенности Это не наша цель Не кажется ли вам Что все-таки Вот эта коммуникация Вокруг Астрозенека Она была Не совсем верная Я не имею в виду Что надо было Там Не дай бог Скрывать Какие-то побочные явления Которые сейчас Констатированы Да Но все-таки Мне кажется Что любые сомнения Должны привести К тому Что мы на какой-то Длительный срок Останавливаем Вот вакцинацию Астрозенека Но и все-таки Пытаемся ее заменить Или подождать Потому что Можно конечно Долго спорить о том Какой-то процент В том бомболе Это много или мало Но раз есть такие опасения Наверное все-таки С медицинской точки зрения Нужно больше мер Предосторожности принять Ну вы знаете Вы же знаете Что было Приостановлено Как бы вакцина Да На несколько дней Да На несколько недель Были деланы Все-таки Какие-то обследования Насколько это опасно Это действительно Вот эти все случаи Связаны именно С действием Вакцины Найдена ли там Какая-то взаимосвязь Я думаю Что как раз таки Наоборот Надо было Приостановить Немножко вот эту И может быть Не настолько Громкие Вот всякие Заголовки Делать В прессе Это просто Людей пугают А потом Хоть как Доказывай Или не доказывай Вот это сомнение Все-таки Остается А в ситуации Когда просто Идет дефицит Вакцин Мы рады Любой вакцины Которой мы можем Людей прививать И все-таки Астразенека Миллионы Привитых Во всем мире И побочные Эффекты По процентам Ну как Как нам Говорят Все Знатные Организации Это очень Минимально Да Поэтому Я Вне сомнений Что Астразенека Достаточно Хорошая Вакцина Да Что касается Работы Семейных Врачей Есть ли у вас Уверенность Что вот Не знаю Когда эта Пандемия Закончится Будет дальнейшая Ясность С финансированием Ну может быть Семейные Врачи Это Там чуть Другая Категория Чем не знаю Врачи Которые Работают В больнице Все-таки У вас Другая Система Финансирования Эти вот Капитационные Средства Но тем не менее Есть ли какая-то У вас Ясность Вообще С финансированием Практик Семейных Врачей Ну по Большому счету Ясность Немножко Есть Я у нас По крайней мере Есть обещания Которые записаны В законах Насчет Если мы Имеем ввиду Насчет Финансирования Что нам Обещают Там На 20% Это финансирование В этом году Повысили В следующем году Обещали Повысить Ну В таком плане Да Обещания Есть Мы надеемся Что они Воплотятся В практику Да Скажите Пожалуйста Как бы вы Оценили Деятельность Бюро По вакцинации Ну вы знаете Как мне Трудно Оценивать Потому что Ну с точки зрения Коммуникации Хотя бы Ну вот вы Говорите Что Семейные Врачи Достаточно Устали Надоело Объяснять Необходимость И важность Вакцинации В принципе Это то Чем бюро Должно Заниматься В масштабах Страны И то Что планируются Те же самые Выпуски Газет И прочее Правда Нет ни одного Медика Но это Другой вопрос Хотя Может быть И не другой Я даже Не знаю Как это Оценивать Потому что Мне кажется Бюро Все таки Было создано Чтобы как-то Это все Координировать Может быть Не настолько Объяснять Сколько Координировать Кто получит Вакцины Как это Вся Логистика Будет Потому что Мы же знаем Что в начале Когда были Эти вакцины Которым надо Этот Режим Холода Которые Это тоже Было Достаточно Сложно Что и как Поэтому Я не могу Вам оценивать Наша Работа По прямому Мы связаны Ошлыми И профилок С контролл Центром Если нам Что-то надо И как-то Заказать И что-то Такое Тогда мы Общаемся С ними И они Нам дают Указки Они нам Как бы Это все Дальше Организуют Что касается Вообще Ведь Пандемия Естественно Не отменила Другие Заболевания В том числе Хронические Наблюдатели Вы Действительно Многие Люди Те или иные Хронические Заболевания Из-за этого Карантина Позже Обращаются К врачу Боятся Вообще Обращаться Да Может быть Маленько Такое Есть Что люди Боятся Обращаться Но может Быть Насчет Семейного Врача Они Не боятся Обращаться Насчет Больницы Кому Например Надо Дойти В больницу Некоторые Откладывают Эти плановые операции Да Откладывают Операции Откладывают Какие-то Обследования Потому что Боятся Что могут Получить Ковид Иногда Откладываются Какие-то Манипуляции Операции Не потому что Пациент Хочет А потому что У больницы Просто Нет возможностей Они ограничены Единственное Что я могу Сказать Что Может быть Это положительно Как-то Исчезли Другие Вирусы Наверное Благодаря Тому Что Люди Соблюдают Дистанции Больше Может быть Ну Во-первых Носит Маски Чаще Моет Руки Поэтому Остальные Другие Вирусы Которыми Как бы Мы боролись Предыдущие Годы Их Все-таки Меньше Да Продолжая Тему Ежедневно Если можно так Назвать Работы Семейных Врачей Пришла Весна С какими-то Весенними Сезонными В том числе Болезнями Осложнениями Какой совет Вы можете Дать На что Обратить Внимание В плане Своего здоровья Чтобы больше И вас Не нагружать Тоже Лишней Работой Ну Ничего Нового Не скажу Это как Всегда Здоровый Образ Жизни Достаточно Много Гулять Адекватно Питаться Адекватно Это имеется Ввиду Не в больших Количествах И не кушать Еду Которая Неполезная Физические Нагрузки Свежий Воздух Выше Всего И тогда Мы все Будем Здоровые Спасибо Большое Семейного Лиги ВУФу У нас Было На прямой Связи Спасибо Большое Спасибо Всего доброго И не болейте Держись Да Спасибо Ну что ж Ситуация В общем-то Понятна Что Семейным Врачам Мало Что Самим Понятно Что Делать Здесь Я так Понимаю Самые Большие Сложности Именно Будут Связаны С тем Чтобы Убедить Людей Во-первых Потому Что Нет Выбора Вакцин Сейчас Предлагается Только Астрозенека Потому Что Модерный Файзер Те Мизерные Дозы Которые К нам Прибывают Они В основном Предназначены Для Ревакцинации То есть Для тех Кто уже Получил В свое Время Вот Первую Дозу Там же Порядок Такой Что Если Тебя Привили Первый Раз Файзером То И второй Раз Должны Привить Файзерами Соответственно Модерной Астрозенеком Поэтому По существу Выбора Пока Нет Вопросов У населения Очень много А семейные Врачи Никакой Иной Информации Кроме Той Которой Есть Официально Естественно Тоже Предоставить Не могут Поэтому Очень Сложная У семейных Врачей Конечно Миссия И действительно Вот эта Дилемма Когда Что делать Вроде бы И хочется Понять В каком Реальном Состоянии Пациента С другой С другой Стороны Если Ты Придешь К тому Кто Ковид Позитивный То Несмотря На твою Маску Есть Опасность Заражения И тогда Действительно Минимум На две Недели А то И больше Если Сам Доктор Заболевает Семейная Практика Семейных Врачей Остается Без Врача Или Не спросили Мы Как Часто Сами Врачи Проходят Тесты На самом деле На переднем Рубеже Я так понимаю Что довольно Часто не проходит Но Сейчас Мы Привемся Как обычно На рекламу Новости Потом И вернемся У нас еще В следующем Часе Два Эксперта Насколько я понимаю Уже По другим Темам Да И первый Я отмечу В разговоре С членом Правления Латвийской Ассоциации Семейных Врачей Только что У нас была Лигита Вулафа Прозвучало Несколько Мест Вакцинации Конференц Центры Так вот Представители Одного Из конференц Центров Где будут Оборудованы Места Рабочие Массового Вакцинирования Будут тоже У нас в эфире Буквально через Сколько Через 10 минут Плюс-минус Утро на болткоме